Ну, это вот дверь в подвальное помещение нашего дома. Как видно, вот оно закрыто. Ключей у нас, у жильцов дома, ни у кого нет. Хотя раньше были, сменили. Теперь мы попасть туда не можем. Мы не знаем, что там творится в подвале. Татьяна Мочилова уверена, за закрытыми дверями в подвале их пятиэтажки ведутся нечестные дела. Женщина рассказывает, что полгода назад их управляющая компания начала менять там чугунные канализационные трубы. Жители мечтали, что старый металлолом из подвала после ремонта можно будет сдать, а вырученные деньги потратить на нужды дома. Пусть даже если трубы сданы, я не знаю, на сколько там, пусть на 10 тысяч, может быть, больше даже сданы на эту сумму. Ну, что можно сделать? У нас не делался ремонт в подъездах уже давным-давно, уже лет 10, наверное. Можно было бы косметический ремонт какой-то произвести. Лампочки вкручивают практически жильцы сами. Заборчики вот эти вот ремонтируем тоже сами. По закону, собственникам квартир в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности принадлежат не только общие помещения дома, но и техническое оборудование, которое там находится. Однако, по словам Татьяны, старые трубы и другой металлолом из их подвала внезапно и быстро вывезли в неизвестном направлении. Чисто случайно услышала грохот, вышла вешать белье, постирала, ну и увидела машину, грузили железо. Подъехал сосед, услышал тоже грохот. Что происходит? Я говорю, что воруют. А что? Почему вы решили, что воруют? Ну, потому что все это быстро-быстро происходило. Руководила женщина, женский голос я слышала. По всей видимости, это был мастер. На активность в подвале обратили внимание и другие жители дома. Но выйти к съемочной группе из своих квартир они не решились. Увидели, что сотрудники управляющей компании вывозили из нашего подвала трубы. Трубы, задвижки. Муж в этом разбирается, он сказал, что это были трубы и задвижки. Это было где-то около 12 часов дня. Поскольку хозяева дома мы, мы собственники квартир. Это наше имущество. Пусть оно уже негодное, но это наше имущество. Почему вывезли трубы, не спросив жителей, а главное куда? Вместе с Татьяной мы направились в управляющую компанию. Мастера и слесаря с ключами там не оказалось. Но узнав про нашу съемочную группу, они подъехали к подвалу дома. И показали, что же там творится. Здесь, в этом доме, находились конституционные трубы, чугунные, которые все развалились. Мы их меняли от первого подъезда по шестой подъезд. Новые трубы, абсолютно. Можете пройти и проверить. Все остальное, мусор, чугун, который развалился, мы весь его вытащили, вывезли. А куда вывезли? На помойку, мусор. Куда вывозят? В подвале следы ремонта и мусор. Зато коммуникации новые, говорит мастер. А металла чужого себе не присваивали. По словам слесаря, о вывозе металлолома жители даже не стали предупреждать, потому что трубы были. Гнилые, вот так вот берешь, они ломаются. Чего они могут пригодиться? Куда? Некрализация в доме превратилась в труху. Вот и стали наводить порядок, утверждает мастер. А если жильцы чем-то недовольны, они должны объединиться и предъявить свои претензии в письменном виде. Приходят в нашу ООО, компанию жилищную, пишут заявления. И все вопросы рассматриваются. Только вот старшего по дому сейчас многоэтажки нет. И объединить жителей некому, сетует Татьяна, а один в поле не воин. Чтобы добиться справедливости, женщина написала заявление в полицию.